Так-так-так... Дорогие друзья, всем привет! С вами Виктор и это канал Витёк Плей. Сегодня я начинаю прохождение игры метро Last Light. После того, как прошел метро 2033, не пройти Last Light было бы очень странно. Откиньтесь на спинку стула и наслаждайтесь видео. Кстати, если вы хотите сразу продолжить смотреть, напоминаю, что ссылка на плейлист всегда есть в описании к видео. Итак, новая игра. Выживание Бортанец. Черные появились позже. Со стороны ботанического сада. Черные, огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Жесть. Начинается, ребята. Я вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны ещё. На Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? А это... Что такое? Чёрт! Чё такое, чёрт? Чёрт! Сигурки у нас тоже! Мочи! Ни хрена себе телепортируется! Блин, это свои! Какого хрена? Даже я не сразу понял, что это свои! О-оу! Артём! Артём, просыпайся! Артём, это я, ха! Кошмары! Неудивительно после всего пережитого? Послушай, Артём. Я был на пепелище улья-чёрных. И видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навёл на них ракеты. Хан! Ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с чёрным. Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход! Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, хан. И тебе тут быть не положено. За мной! Собирайся, Артём. Я подожду выхода из казармы. Пошли, сказочник! Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ел, пил и курил через дырочку в горле. Это хорошо его. Так, а выключить за собой свет — это доброе дело. Значит так, ребят, перед тем, как начать игру, я немножко почитал, И было сказано, что в этой игре есть система хороших, добрых дел и злых Соответственно, после каждого доброго дела будет характерная вспышка осветляющая После каждого злого дела будет характерная вспышка такая, обесцвечивающая все вокруг Ну и соответственно А, мы в бункере Д-6 оказывается, прикиньте Строили-строили, пока СССР не развалился Они-то знали, что война будет Здорово, Артём А этот парень, кстати, был в той группе, которая Д-6 нашла Да, сразу же тон дали А я вот в новобранцах два года гонял, пока меня в орден приняли А о чём мы там? И что, помогло? Не успели даже добежать Так, 30 лет всё и простояло Так Ничего, нам больше достанется В общем Подмышки моет Эй, молодец Девчонки, собрался, наверное Ты посмотри на тех двух салаг Не удивительно, что полковник приказал удвоить временно без подготовки Работай дальше Там же вроде всё спокойно было Что-то все болтают слева- справа Но это как обычно Это про этого, который всех перебил, что ли? Что бога тоже нет Так, дослушал реплику, видите, опять белая вспышка появилась В общем, здесь есть разные вещи, которые нужно сотворять для хорошего окончания Я буду пытаться Рейнджер Надо будет это дело спрыснуть А пока Давай тебя экипируем Давай экипируем Итак, приступим Прежде всего Противогаз Из противогаза на поверхность Ни шагу не стопишь Одна пыльчива стоит Вонит до сих пор Кук, яйца запекай В этом утре есть Разраженные участки Не забудь фильтры Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо Но пользы от него тогда ноль Роли какие, а? Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке Вот твой аванс за этот месяц Не забывай Зарплату мы получаем армейскими патронами Конечно, ими можно стрелять Бьют они больно Но лучше все же приберечь Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов Или нужное снарешение Так Нажмите там, чтобы открыть меню выбора боеприпасов Пушки Выбирай, какие нравятся и испытай в тире Какие нравятся, прям можно взять, да? Обычно рейнджеры носят по три ствола И выборы зависит только от тебя Так, хорошо Винтили Винтовка, производящаяся в условиях метро Калаш О, РПК Что такое? Это довоенный ручной пулемет Так, отличается высокой точностью и дальнобойностью Позволяет при этом вести огонь длинными очередями О, ублюдок, это я знаю Абзац Картичный крупнокалиберный пулемет Свертельно опасенными ближней дистанции Что еще есть? Убойник И револьвер Так, я бы взял, наверное, убойник Лучше дробовика в ближнем дистанции Калаш Так, аааа Что-то мне снайперка какая-то нужна, наверное Наверное, нет? А вот этой красавице Придачу нужно что-то для ближнего боя Зато на расстоянии Винтовки не занимаемы Так, тюнинг Установил Так, ааа Стоп Тюнинг Глушительный автомат Смысл? Клемоторчик Так, и здесь тюнинг Глушитель для дробовика Удлиненный ствол Вот его поставлю, наверное Клемотор тоже, ну давай тоже поставим Ладно Теперь отправляется в ТИН И попробуй выбранное оружие в деле Если захочешь посмотреть что-то еще Возвращайся Хорошо, давай, где тир? Так, патроны Попал так попал, да Молодец А теперь встречу по бронированному манекену Улавливаешь разницу? Улавливаешь разницу? Попал так попал, да Попал так попал, да Ну, вроде бы основа Так, а не, у винтовки какие свои патроны? Так, ладно Винтовка подойдет Жалко, глушака на ней нет, кстати Можно глушак прикрутить? Ну-ка, давайте посмотрим Тюнинг Это коптика Жалко Так, давайте берем все патроны Набираем Пошли дальше Нечего здесь сидеть Заходи ищем В метро пронапорку дышать Говорит, нестерили Объект чистый Та часть, где мы сейчас точно Замерять Мы вчера входили дверь Закрытых еще тьма Некоторые завалены даже Другие без замков Будто их изнутри запирали И что? А то, что из-за некоторых фонит Хоть яйца запекай О! Тут же реактор От него может Не может Он вообще в другом конце Я говорю тебе Это место только кажется Таким Безопасным Может это и не пункер никакой А что тогда? Не знаю Закерты лида Беспроста Мельник вызывает себе Командиров звезем Будет большое забрание Че-то жареным запахнет А? А я вчера дежурил В командном пункте Ну и подслушал случайно Что-то начинается Ты о чем? У красных мобилизация Загребают всех подряд От стариков до подростков Учение, учение Точно война будет С кем воевать-то будут? С кем всегда, наверное С фашистами, с рейхом Про фашистов слышал, кстати? Наши посты засекли сразу Три разведгруппы рейха На поверхности Там отродясь столько не было Три группы? Где? Две, недалеко отсюда Ищут что-то В засаде сервера Говорит, похоже, входы еще Черт Думаешь, знают про Д-6? Может и нет Но подозрительно это Полезут, так получат Мельник охрану втрое усилил Да потому и усилил, что знают о фашистах Но все же, если они путь узнают Думаешь, орден выстоит против рейха? Орден не воюет с государством Мы же все метро оберегаем Все человечество От чудовищ, от мутантов Кто на нас пойдет? Я ведь не досказал Была и третья группа фашистов Помнишь? У ВДНХ ее видели У нас там был внешний дозор Каленый скомп Но вот они передали, что видят фашистов В большую группу Потом передали, что фашисты видят их А потом связь порвалась Погоди, погоди Это что, Каленый пропал? Не пропал Нашли его И скальпеля Оба свинцом нашпигованные По контрольному в голову Не может быть Я же с ним вот три дня назад только День рождения у него был Что за отморозки это сделали? Так Мельник, где ты? Ага Вот он я Открывайте ворота Так, Леха говорит Не слушай этого клоуна Так, и что там за шлюзом? Ладно, пошли Пошли, давай Я готов Слушайте, а я помню это место, да? Они все зачистили, я смотрю здесь А сокровища, о которых ходят слухи Те самые загробные дары Оружия множества И коней гордых И богатства несметные Похоже ведь, правда? Вот только грабители и макил А все времена ждали проклятия Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил А черт его знает Лесницкий был в лаборатории Смена закончилась Дверь вскрыта Все разворочено А Лесницкий пропал Вот дерьмо Так, а внутри там что? Хранилище там Вроде химическое оружие Хотя черт его знает Капец Сейчас мне полковник Залесницкого И раскаленную арматурину Загонит глубоко в душу А я как назло без вазелина Зачерт Ладно, пошли Юмор чисто русский, вообще Открываем! Проходите, а я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам. Потом... Миста остался вазелином, пока сгоняет. Артём, я чувствую, я просто уверен, что уничтожение чёрных худшая ошибка в истории человечества. Что, если они вовсе не хотели нам вредить? Что, если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной стране погибли люди. Хантер, лучший моец ордена тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. На вас напали? Повторите. На вас напали? Так. Так. Артём, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел чёрного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Чёрный худший из всех угроз, с какими сталкивался орден. Полковник, чёрный один. Он нам не угроза. У Артёма дар. Я думаю, он найдёт с чёрным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артём, отправляйся с Ханом и найди чёрного. С вами идёт наш лучший снайпер. Она. Ух ты, тёпочка. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить чёрного. Что? Да как вы... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывезьте его. Артём! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров! Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, чёрный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперёд! Что застыл, кролик? Давай за мной! Какая бойкая, а? Артём, скажу прямо. Чёрный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай. Анна и правда лучший снайпер. Если чёрный тебя возьмёт под контроль, у неё будет две цели. Так что, осторожней. Лесницкий оказался внедрённым агентом. Ваша задача – перехватить его, прежде чем он доставит... Я должен сделать то, что от меня требовал Хантер. Что мне приказал Мельник. А чего от меня ждёт Анна? Я должен доказать всем им, что заслуживаю честь и быть бойцом ордена. Посвятить свою жизнь защите человечества, защите метро. Никто, кроме меня, не подходит для этого задания. Я единственный, кто оказался неизвимым для чёрных. Возможно, я был рождён для того, чтобы избавить человечество от них раз и навсегда. И теперь я в шаге от завершения миссии. Почему же тогда у меня так неспокойно на душе? Так, давайте подслушаем. Так что, если не сможете взять живым, берите как получится. Есть! Выполняйте! Так, отлично. Они пошли за этим. Засранцем. Прикурить. Боглазая какая, а? Я уже влюблён. Ты ещё скажи, что веришь этому психопату Хану? Мир с чёрными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне. Не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Чего-то блестяще, а? Да, говорите, синий, пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в головы, управляли нами как марионетками. Да это же всё равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы, подаём монорельс. Анка-пулемётчица просто какая-то, а? Слушайте, но она сейчас чувствую своим взглядом всех поубивает. Тут мне пушка даже не нужна за спиной. Так, монорельс. Так, кролик, заставай. Что же она меня кроликом-то называет? В одной игре меня поросёночком называли, здесь кроликом. Ты как так? Всё, кролик, это разность меня исчерпала. Ай, жесть. Девчонка, ты огонь. Женись, Артём, женись. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашёл там чёрного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его. Завершить начатое. Да уж. Как обычно, в метро 2033 было начало на полчаса, здесь тоже не сильно короче. Ну что? Раньше всё это было обычным делом, а сейчас Монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это всё боги создали. Прибыли. Это станция секрета метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим. А, это мы по метро 2, значит, ездим, да? Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так. Готов? Вперёд! Осторожно, двери закрывают. Удачи, ребята! Примета нам сейчас к стати. Ой, крыса. Вы с моим отцом тоже тогда ведь на Монорельсе ехали? Ракеты на рассадник чёрных наводить. С отцом? Примета. Тогда всё нормально получилось. Мельник это её отец? Что за звуки? Ладно, напряжение есть. Открывай ворота, я держу проход. Слушай, мне нравится её голос. Компания-то у меня классная, да? Завидуете мне уже? Молодец, справился. О, да! Прям похлова. О, здесь тут уже есть. Парни, а что вас паутать-то нельзя? Тут всё чисто. Выдвигаемся. Видимо, они, это, умирали здесь. Нашли вход сюда, а глубже не смогли зайти. Так. По плану впереди вход в коллектор. О, кровища. Иди вперёд! Я за тобой! Договорились. Давай направо. Слева тупик. Да ладно. Что ты испугнула? Бутно текунь. Удобнее что-то есть вкусное. Жесть вообще. Ни хрена себе. Я не знаю, было ли это слышно, что я сказал, но это реально жесть. Владбище. Да. Лучше б я сюда не ходил. Действительно, прям аж тоска на душе какая-то пошла. Зараза, вот эта скорость. Думаю, тут ничего серьёзного нет. Да, как... Как любящий отец своего ребёнка, конечно, видеть такие картины. Это очень... И посмотрим, кролик ты или кто. Это очень... Тяжело. Так. Здесь что-то должно быть, наверняка. Не просто так-таки. Точно. Вот оно. Новая заметка. Читаем. Лепилище. Может, дело и не в чёрных? Время сейчас тревожное. Орден похож на растревоженный улей. Созданный когда-то, чтобы уберегать метро от любых опасностей, он сам навлёк на жителей подземки страшную угрозу. Когда мы проникли в Д-6 и нашли огромное и запечатанное хранилище, казалось, что мы спасли человечество. С запасами лекарств и продовольствия, которые тут должны храниться с действующим ядерным реактором, в метро можно будет оставаться сколько угодно. И дожить до того дня, когда радиация на поверхности угаснет, когда мы сможем вернуться туда и снова... сделать землю своим домом. Интересное наблюдение. Поверхность. Надевай противогаз. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не на тебя цвету. Не на тебя цвету. Вот так, молодец. Супер, ребята, это круто. Это русский юмор. Полный его... В полном цвете, да. Опять-таки цвете. Что? Да на слоника похожа в противогазе. Так, фонарик можно, наверное, вырубить. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Это ж ВДНХ. Смотрите, здесь ему на рельсе уже стоит. Для их воздействия. Так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Вертолетик. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь твань. Думаю, раз они тебя так любили, черный тебя почерпит там выгодит. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно. Удачи. Что это было? Ну, спасибо. Жесть. Вот это круто, а. Хорошо проработали, кстати. Что такое? Ой, маленькие эти драконята. Я на месте. Вижу тебя. Так. Слушай. И правда до сих пор что-то чудит. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Странно. Столько времени прошло. Что-то может гореть. Впрочем, не важно. Двигай в том направлении. Я прикрываю. Что-что? Торфяники горят. Хотя, правда, откуда на ВДНХ торфяники, я не знаю. Блин, очень странно видеть вот это вот здание. Какое-то движение. Приготовься. Сейчас все по ним поработаем. Это не черные. Это сразу. Это сразу. Успел забыть. Держи, сейчас еще набегут. Еще тройка. Работаем. Ой-ой. Ты зацепил. Вожа хуйня. Смотри за камышами. Перезарядка. У меня тоже перезарядка. Ты что делаешь-то? Давай-давай-давай. Вали-вали их всех. Все. Да, конечно. Неплохо справляешься, Артем. На краю воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Где я? Не понимаю. Куда идти-то? Ну-ка. Ага. Так, подумал. Так, давай влево. Ставим, добро. Даю влево. Блин, туман такой прикольный идет. Человечина. Отлично. Что такое? Что? Что? А, опять маленькие дракончики летают. Так, что? Стоп, стоп. У меня еще минута. Метра в тридцать от тебя на два часа. Вот же он. Мелковат. Но с виду черный. Ну что же ты? Давай! Где? Точно. Стой. Съявал. Вот это скорость. Как это он? Обходи слева, он еще там. Беру на мушку. Ой, что это? Что это было? Это он? Вот он, вот он, вот он, вот он. Куда ты делся? Где ты? Эй, 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 куда? Вон он. Во, прытки, а? Направо. Он прямо на тобой. Осторожней. Готов. Стой, 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 стой. Куда ты? Дай поговорить с тобой хочу. Мерзок. Воу, 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 воу. Он читает мои мысли, что ли? Это типа он показывает, что он видел. Нихрена себе, а он убежал. Ух ты ж, ни хрена себе, рейх. И тепленький гутен морген. Ах ты ж, срань-то, а? Ах ты ж, срань-то, а? Чтобы оказаться в плену. Круто. Завязка просто шедевральная. Завязка. Турбан фюрер, свежее поступление. Двое красных и боец в ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейх. Ладно, потом разберусь. Что поэтому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный? Нормальный? И вообще, я гражданин Ганзы. Молчи! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас против. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант? Нет, нет, пожалуйста. В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии. Да здравствуй, товарищ Москвин. Три. Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались Рейнджер, Красный и Мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю. Тебя я убью первым. Я ему обещал. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линией. Наши начальники, может, взасосы не целуются, но нам-то простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться. А вместе шанс есть. Окей. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Надернай ты, рычаг, и все. Ладно, убираемся из этого концлагеря. Там посмотрим. Ну, давай ныряй, че-то. Ай, мать мою сараза! Пойдем! О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Жесть. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. Щома еще. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь. Но такие вот масштабы. Да. Эй, давай за мной! Что, дамы и господа, мне кажется, самый такой момент, когда нам следует прерваться. Завязку увидели. Увидели, что будет в следующей серии. И мне кажется, как раз-таки, интерес у вас должен зародиться. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте, что ссылка на плейлист есть в описании к видео. Ставьте лайки. Не забывайте, это очень важно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ни одного видео. С вами был Виктор, канал Витек Плей. Всего вам хорошего. До встречи в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok